всем привет сегодня 1 июня первый день лета с чем я вас и поздравляю можно так сказать сезон открывается официально и сегодня я хочу подвести итоги за месяц май май в плане личном был очень сложный но в плане рукодельным вроде бы ничего есть и финиши есть какие-то старты продвижения какие-то результаты все-таки есть и хочу в первую очередь напомнить вам о главном финише этого месяца это набор фирмы панна из серии стихии вода как вы знаете эту работу я вышивала в мае очень активно вам постоянно все рассказывала все данные но здесь еще раз повторюсь что это набор фирмы панна серии вода размер 32 с половиной на 32 с половиной сантиметров использовала здесь 36 цветов ниточки гамма вышивка на аиде 14 каунта эту работу я начала в прошлом году я делала летние старцы летние старты так чтобы подтолкнуть какие-то процессы которые давно не могла начать решила сделать вот такие вот старты был вышит небольшой участок маленькое начало было сделано и вот в таком вот состоянии работа пролежала практически год в этом году я ее раз консервировала и активно начала вышивать процесс очень приятные нитки яркие источные да конечно много бэкстича но он здесь очень простой и по ходу дела если его вышивать то в принципе никаких сложностей не представляет собой единственное что по ключу бэкстич здесь указано в две нити я вышивала в одну нить и вначале я здесь начала вышивать по ключу в две нити но я посмотрела что очень так получается как бы чересчур ярко и я перешла на вышивку в одну нить к тому же мои две предыдущие работы огонь и воздух тоже там бэкстич в одну нить вышиты поэтому вот я решила чтобы у меня все работы уже были в одну ниточку бэкстич так и случилось и еще один момент здесь с черными нитками не все так гладко получилось ниток черных мне не хватило прямо на раннем этапе не здесь все и закончились и я добавила еще целый моток плюс еще у меня была катушечка где ушло какое-то количество я уже не помню там сколько в катушке было бобинки точнее сколько я взяла ну в общем ориентироваться нужно что здесь нужно два мотка черных ниток вот так вот работа яркая сочная классная я рада что третья работа завершена и конечно же как вы понимаете у меня сразу образовался и старт я также приступила к вышивке заключительной работы из этой серии это земля очень такая здесь приятная цветовая гамма размеры здесь все стандартного этих четырех кругов 32 5 на 32 5 сантиметров 180 на 180 крестиков но здесь поменьше цветов здесь 27 цветов в этой работе вот так вот будет она выглядеть посмотрите картиночка так но сейчас я вам покажу мое начало что получилось так начало здесь у меня абсолютно скромная вот смотрите буквально 200 не 200 300 400 крестиков у меня получилось вышить наверное я как бы знаете на вышивалась кругов поэтому сейчас идет медленно но так как с данным с данным дизайном я участвую в нашем совместном проекте рукодельный урожай то по любому эта работа будет продвигаться по 300 по 500 крестиков а потом уже когда разгонюсь и можно и побольше но вот такое вот начало начиная всегда снизу и снизу вверх и середины вот этот у меня вот этот участок поэтому здесь у меня пока будет вот такая цветовая гамма вот эти барашки но дальше уже постепенно я буду продвигаться то влево то вправо и постепенно работу буду наращивать и сразу буду говорить немножко по планам на июнь месяц до планирую вышивать ну пусть скажем по 500 крестиков в неделю этому процессу я думаю что достаточно для начала там посмотрим не будем сильно загадывать а то знаете я вот так на загадываю и потом все получается да как пол как как идет настроение так это значит у меня один финиш и старт и есть у меня еще один финиш и старт старт и финиш точнее в этом месяце это вот такой вот набор риолис зигугу у меня была купленная серия от риолис две без корню и вот это зигугу я их хотела все вышить в прошлом году две вышел и вот меня оставалось в этом году как раз вот это зигугушка и долго я как-то собиралась вышивать и потому что знаете вышивка через одну нить переплетения это конечно такое достаточно кропотливый сложный процесс глаза устают но мне очень хотелось завершить серию я взялась за нее и знаете вот как-то она пошла она не такая сложно оказалось как две предыдущие может быть я уже немножко под привыкла и вышивала с огромным удовольствием здесь легкая схема нет одиночек как примеру в зеленой без корню и легче вышивалась сборка тоже на простейшая вышивался такой вот просто квадрат и потом этот квадрат каждый уголочек заворачивался вот посмотрите вот он заворачивается лочек и сшивается я сначала сушила а потом сверху пошло пришила бисер так легче потому что очень мелкие стежочки и сразу пришивать бисер мне неудобно нитка цепляется за различные другой бисер и тяжело цеплять вот эти вот стежочки поэтому я вот так делаю сразу сначала сшиваю а потом уже пришиваю бисер еще мне очень понравился вот этот эффект бакси золотой ниткой здесь смотрится как раз как алжирские глазики так камеры что-то не очень хорошо настраивает резкость ну давай вот такие здесь получается как алжирские глазики очень яркой но и она с двух сторон вся очень ярко интересная бисер здесь такой красивый но что сказать единственное что я не делала здесь кисточку здесь должна была быть кисточка вот сделала петельку бусинка но кисточку не стала делать потому что я ими пользуюсь вот это будет у меня модуляция не захотелось поэтому пока вот вот такая вот штучка у меня получилась так она меня радует такая нежная и и прям вот из рук не хочется выпускать просто красота вот ну и это второй финиш этого месяца два финиша у меня произошли в этом месяце это здорово это классно я люблю чтобы у меня ну хотя бы там по одному финишу месяц получалось конечно не всегда это получается особенно если в процессе работы большие то не все продвигаются финиш может как бы как бы и не быть а вот на такие мелкие 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 уходят тоже много времени дней вот если заниматься только этой штучкой но неделю уйдет потому что пока тут все вышлишь аккуратненько сошьешь украсить все сделаешь но неделю уйдет обязательно вот я вышивала потихоньку где-то дней десять она у меня занялась в перемешку там может с другими процессами так наглась я уже сейчас не буду поднимать все записи вот но факт в том что как бы трудоемки все эти малявки кажется что тут взял да вышел но здесь же через одно не переплетение поэтому крестиков то тоже получается достаточно много и это все нужно углядеть глазам то тяжело но если у вас зрение позволяет то она того стоит один раз вот такую штучку сделать очень прикольно красота вот что еще какие новости перейдем наверное к процессам к процессам что у меня было по процессам по процессам у меня на самом деле немного в этом месяце я старалась держать себя в рамках продвигать то что нужно было как бы то что нужно было продвигать и вышивать и так как времени в общем-то не особо поэтому процессов и немного на самом деле так это димэншенс ангел мелодии тоже вам постоянно его показывала рассказывала что да как еще раз напоминаю картинку ангел мелодия размер работы 28 на 38 сантиметров номер набора восемьдесят семь ноль восемь так у камеры сбивается постоянно резкость вот ну и то что у меня есть на сегодня в две нитки остались у меня здесь припаркованы но не дошила на начало месяца ставлю вам картинку как выглядела работа чтобы вы могли понимать насколько как она мне продвинулась этот месяц вот ну и теперь вам хорошо видно что работа в общем-то достаточно подросла у меня было буквально вот начало где-то здесь вот так вышито и вот это все приросло уже в этом месяце это 18 каунт крестиков здесь достаточно много приросло и работа преображается вот хотела я на самом деле продолжать работать с этим ангелом но немножечко я подустала мне захотелось отлезть на какую-нибудь другую работку вот но тем не менее в на июнь месяц я также ставлю себе в план этого ангела потому что здесь уже осталось это немного и самое самое интересное хочется вышить именно ангела лицо руки и музыкальный инструмент мандолина по-моему это вот тут ленту повышенной завершивать ну еще продвинуть побольше я не знаю в июне смогу ли я завершить или нет конечно если задаться целью то я могу его завершить здесь немного но я чувствую что мне хочется немножко поиграться с процессами разбавить мои как бы основные работы и поэтому ну так как скажем примерно буду себе ставить в план вот хотя бы вот так вот ангела здесь вышить вот эту сторону на июль месяц но останутся уже какие-то здесь штрихи до вышивать посмотрим как пойдет сложно загадывать бывает вроде бы в начале месяца думаешь и горею что вот все вот в эту работу буду вышивать и только ее одну а потом получается так что инициатива перехватывает какой-нибудь другой процесс и и все внимание мое уходит в другую сторону так у меня было с моим ангелом нет картинки здесь смотрю нет с ангелом в глади да что я прям горяду все вот только его сейчас буду вышивать ну и вот отложила видно судьба у моих процессов такая нужно начать полежать и потом брать их вышивать вот но ничего все любимые потихоньку вышиваются вот поэтому этот ангел у меня далеко не уходит лежит здесь и рядышком ждет своей очереди и будет обязательно вышиваться вот а там уже посмотрим что что да как вот и так как я захотела отвлечься от этого ангела нет он вышивается легко никаких сложностей но просто знаете наверное так как вышиваешь вот одну работу вышиваешь вышиваешь в какой-то момент хочется просто переключиться и мне захотелось переключиться на какую-то равномерку я вот так вот вышивала думала что мне все и да да и да а хочется какой-нибудь равномер очки поиграться повышиваться и как бы начинать что-то новое не хотела но благо у меня есть огромный список начатыш и у меня там все все есть все начато главное на него почаще смотреть чтобы вспоминать и что у меня уже все есть и я откупорила один процесс сейчас секундочку вам все покажу и они все помнят знают все все мои процессы я могу забыть а зрители не забудет вот этот набор вообще он у меня с большой историей я когда-то увидела картинку скачала схему схема была в анкор я тогда не знала у нас греции где купить нитки анкоры вообще для меня это было сложно стала переводить в дмс перевела в дмс начала вышивать потом засомневалась думаю да нет это неблагодарное дело буду искать набор нашла набор потом увидела что есть к нему парные задачилась найти парный нашла и парный купила в общем такая была сложная история пока я искала пока покупала я соответственно отвлеклась и от какой-то другой процесс переключилась и пока пришли эти наборы они у меня благополучно отложились и долго лежали лежали моих запасах и вот в прошлом году месяцы стартов я вспомнила об этом наборе думаю ну 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 как же так ну надо дать ему шанс вышиться и достала сделала старт как обычно совсем чуть-чуть и опять отложила этот набор вот год прошел я вспомнила об этом дизайне достала и вот вчера приступила здесь в наборе была аида по моему 16 аккаунта я заменила эту основу на мурана 32 аккаунта чуть-чуть она у меня потемнее но тоже очень хороший цвет вот дизайн моя коллекция достаточно сложный это как бы как у dimensians вот эти gold petita да маленькие наборы так и здесь у encore они не совсем маленький дизайн 25 на 25 сантиметров по моему будет но но он как бы идет считается поменьше 25 на 25 считается поменьше и ну как бы и увидеть упаковка такая маленькая была обложка маленькая поэтому более маленький набор что ли вот но тем не менее по сложности он совсем не уступает набором майя кто вышивал тут знает что наборов майя сложная очень насыщенная схема много три четвертых креста сумасшедший бэкстич в общем здесь и рукодельница проверяется на выдержку терпения и мастерство в общем кто преодолевает анкор майя тут большой молодец может себе ставите какую-то дополнительную галочку как бы в своей вышвально карьере вот и конечно же эта картинка очень нравится поэтому я буду преодолевать всевозможные сложности вот сейчас вам показываю немножко поближе чтобы вы посмотрели так камера у меня сегодня не настраивает почему-то не ловит фокус вот посмотрите вот это вот резко в столе здесь целая куча три четвертых креста и очень много сложного бэкстича ваза здесь будет и выкладная нить и ну все что вы можете себе представить очень-очень много таких сложных деталей вышивается вот смотрите цветочки какая здесь сколько здесь нюансов переходы цвета три четвертых креста бэкстич ну в общем здесь действительно не для слабонервных и вот это все тоже очень-очень мелко кропотливая работа как бы фон будет вышиваться вот поэтому я и заменила на равномерку но мне нравится то что здесь есть цветы я хотела повышевать цветы что-то вот как бы думала искала цветочна и вот как раз вспомнила об этом процессе здесь все есть и цветы и равномерка и много сложных деталей вот эту вот вазу будет сложно вышивать здесь золотой бэкстич идет здесь по-моему какая-то выкладная нить тут бэкстич везде бэкстич в общем деталей очень-очень много вот нитки у меня были не организованные поэтому я достала и стала их сразу организовывать перебирать там мотки планшетки планшетки у мая очень неудобные просто нитки перекинутые там шахматкой и оставлять их на планшетках но никак было нельзя иначе я бы просто запуталась поэтому хорошо что я когда-то сделала большой заказ вот этих органайзеров дубко самая классная штука сюда и организовываешь и паркуешь все 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 и очень он легкий удобный хорошо что есть еще пару штук в запасе поэтому но они как же долговечные можно и со с другой стороны клеить вот эти номерки сверху вот но просто процессов много поэтому всегда таких мелочей нужно много-много вот ниточки я развесила все подписала где крест где полукрест значки вот заплела в косичку чтобы они у меня сильно не портили все-таки хорошие ниточки анкор напомню что май анкор нитки анкор свои вот красота и покажу что у меня здесь уже на вышивалась если найду фотографии вставлю как у меня вышивка выглядела на начало этого этапа вот ну и вот то что у меня получилось знаете это одно из сложных мест я начала именно отсюда чтобы как бы ну сразу преодолеть наверное какую-то сложность ну не знаю почему-то я начала и середины пошла в правую сторону можно было бы идти и влево вот но пока иду вправо здесь нужно довышивать еще вот часть вот этой резки и потом сделать бэкстич не знаю как вам показать это наверное не увидеть даже на камеру с хорошим увеличением так вот она бы еще настраивалась у меня автоматически вот здесь все вот вот эти вот переходы это все три четвертых креста очень легко можно запутаться и я вот вышиваю часто распускаю потому что шьешь шьешь смотришь где-то что-то пропущено вот крестик пропущенный нужно найти вот тут вот все три четвертых креста причем могут быть идти ряд вот этих четвертинок только одним цветом без креста то есть нужно вышить только где-то вот эти четвертинки такая очень кропотливая работа такая вот нудненькая сидишь ковыряешься но это нужно преодолеть дальше вот здесь вот полегче поэтому я то рядочки вышиваю крестиком здесь не нужно ничего как бы думать то переключаясь вышиваю вот эти четвертинки вот нужно еще чуть-чуть до вышивать вот здесь и можно будет уже делать бэкстич мне бы хотелось вот на этой неделе сделать хотя бы вот этот участок до вышивать здесь какие-то крестики и уже все приступить к бэкстичу вот ну и так же буду наверное идти параллельно вышивать и вот эти вот эту резку и я уже вверх поднялась буду вышивать мне здесь по крестиком по логике удобно переключиться вот здесь я нахожусь вот так то есть я середины где-то себе отметила вот так схема идет и иду вправо потом нужно будет идти влево вот эта часть очень легкая я уже ее вышивала поэтому самое главное победить вот эту резку вот ну и параллельно буду вышивать вот эту часть здесь по крестикам несложно это посмотрела тоже из 3 4 креста но несложно но потом уже посмотрим как я буду шить вазу в общем на этом этапе на сегодняшний день самое главное не просто просто продолжать вышивать сколько есть настроение силы терпения да потому что работа не из простых вот это такой процесс у меня включается в включился в конце мая поэтому вам его здесь показываю но и также буду надеяться что в июне достанется ему какое-то количество времени лучше сколько я повышиваю я не знаю просто будет как-то вышиваться и что еще что еще есть у меня еще один процессик который я буквально сделала там такое небольшое начало это rto мельницы думала может быть я смогу его и вышить но нет вышить пока не получилось я отвлекаюсь то туда то сюда ну главное он у меня начался я на июнь ставлю его в финише вот конечно нужно здесь подумать что в июне у меня может получиться на завершение что может завершиться но мельницы могут завершиться что еще тут такой уж и сложный вопрос хочу ли я хороших финишей в июне если хочу хороших финишей то нужно марафонить конечно моего ангела хотя нет наверное не буду я не марафонить не озадачиваться на финише я буду просто вышивать в июне расслаблюсь по вышиваю вот мне воду нужно продвигать активно поэтому что что вышится то вышится финише какие-то уже более серьезные скорее всего на июль буду планировать так и несу вам показать что у меня здесь итак вот так выглядит этот процесс на деревянных пяльцах здесь у меня схемка мне здесь не очень нравится аида она какая-то как не цваггард даже как и не гамма даже гамма получше это какая-то вот такая не знаю рыхленькая очень сильно аида не очень она мне нравится как-то неприятно с ней почему-то работать хотя вроде будет нормально но нет вот на по ощущениям она какая-то рыхловато даже вот не гамма гамма намного сейчас лучше вот но показываю что у меня здесь на вышивалась практически ничего самое начало вчера села вышивать что-то как-то у меня был не вышивальный тоже вечер чуть-чуть тут вышила повышевал немножко вот этот стол глаза устали решила переключиться на иду 14 каунта но настроение на нее не очень-то было поэтому вышла пять крестиков и тоже отложила но я соберу силами и эту работку я постараюсь сделать конечно же обязательно финиш пусть хоть один маленький у меня в июне будет а большие финиши тогда буду планировать на июль месяц ну а там уже посмотрим с вами снова встретимся каждую рукодельную неделю встречаемся обсуждаем точнее я вам рассказываю вы мне пишете комментарии я вам очень благодарна что вы мне пишете это всегда помогает получать какую-то отдачу что вы посмотрели ваше мнение я ценю конечно я понимаю что многие из вас наверное хотели бы что я бы вышивала то или иное вот немного пишет про дорожку вот с этого журнала я тоже девочки мне очень здесь все нравится я бы с удовольствием приступила бы к этой дорожке и вышивала бы ее я просто понимаю что это для меня что-то будет непосильное я понимаю что у меня небольшие объем вышивки если я ее начну вышивать это будет на года она мне надоест и я ее просто выброшу пока не тот вариант вот когда вот будет может быть другой этап в жизни будет много свободного времени и нужно будет его заполнить тогда возможно я буду вышивать какие-то такие масштабные работы дорожки там скатерти не знаю что но пока вот настроение у меня играться вот с такой мелочевкой поэтому все понимаю ну и вы меня тоже поймите у меня вот такое сейчас как бы настроение период в жизни когда хочется и вот вот такой вот всякой мелочи таких сюжетов я сейчас подсела вообще на ангелов от Dimensions и мне хочется их тоже там навышивать какое-то количество посмотрим что из этого получится сколько Юля продержится на этой теме может быть меня потом понесет в другую сторону вот такие у меня новости по моим процессам вот и главная новость этого этого месяца это две оформленные работы одну я уже подарила девочка очень-очень рада ей так понравилось вот ну а вторая у меня дома я вам ее покажу напомню единственное что по первой наверное просто вставлю фотографии как бы вы посмотрите тоже что там напомню просто да для истории в этом видео итак оформление это работа фирмы Чаревна мыть Тайная вечеря вышивка бисера оформила эту работу я спустя много-много лет оформление вот такое вот яркое но оно сюда очень подходит это алая паспарту и вот такая вот рама она многослойная но необычная как бы непривычная для для икон не такая широкая но тем не менее дает и блеск и золото глубину единственное что у нас нет музейного стекла и вот на камеру скрадываются конечно краски блеск какая-то четкости нет вот этой четкости да вот глазом все хорошо видно вот на камеру не очень ну что делать нет у нас музейного стекла у нас такой информации как бы даже не знают багетчики но я рада все равно что получилось хорошо оформить ярко мне очень понравилось наконец-то эта вышивка оформилась я столько лет она пролежала в рулоне вот нашла наконец-то свою новую жизнь как бы свой этап да теперь она будет украшать мой дом ну а вторая работа она у меня ушла на подарок и я очень рада что вот я мало делаю подарки в своих вышедших работ но делаю тем людям которые это любят ценят и я знаю что они не будут где-то там валяться я всегда вот если дарю то я сама оформляю если уж не понравится да и человек захочет ее выбросить она будет как в рамочке стоять где-то в уголку не будет валяться тряпкой поэтому я уже всегда трачусь оформляю сама и даю уже готовый результат потому что и потому что человек может быть самый не оценит в ткани то мы можем понять что вот в ткани будет представить что вот оформлено она будет смотреться так а люди может быть и не поймут тряпку посмотрят и там выбросят а нужно оформлять но это мое мнение такое вот девочки мальчики ну вот девочки мальчики такие результаты у меня за май месяц два финиша две оформленные работы и получается четыре процесса да четыре процесса я довольна этими результатами надеюсь в следующем месяце у меня так же получится хорошо потрудиться пополнить мою коллекцию какими-то финишами может быть что-то еще новенькое повышевать посмотрим как будет по настроению по крайней мере я двигаюсь у меня есть какие-то результаты и меня это радует надеюсь вы хорошо провели время под это видео повышевали посмотрели желаю вам хорошего настроения и до новых встреч всем пока пока до новых встреч пока пока субтитры